Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Игорь Озеров. Долгожданный онлайн-марафон, посвященный приемной кампании Казанского Федерального Университета, в самом разгаре. Сегодня пришла очередь Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Набережная Челнинского института, Института психологии и образования, Института физики, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. Представители шести институтов ВУЗа рассказали о нововведениях, учебном процессе и ответили на вопросы, волнующие абитуриентов и их родителей. Напомню, что трансляция онлайн-марафона «Прием Казанский Федеральный» проходит в официальном паблике КФУ на платформе социальной сети ВКонтакте. Там же вы можете задать интересующие вас вопросы, а авторы самых интересных из них по итогам каждого дня получат подарки – мерч Казанского Федерального Университета. Уже завтра пройдет заключительный день марафона, ждем всех желающих. Да, действительно, в приемную кампанию существует такой термин и понятие, как дополнительный балок ЕГЭ при поступлении. Они начисляются за разные мероприятия. Можно стать отличником в учебе, получив документы об образовании с отличием. Это даст 5 дополнительных баллов. Можно участвовать в олимпиадах и конкурсах. В рамках Казанского Федерального Университета – это все мероприятия, включенные в список Министерства просвещения. Он довольно-таки обширный, там есть разные плановые мероприятия, начиная от игры в шахматы, заканчивая олимпиадами на высоком уровне министерского значения. В белом зале Казанского Федерального Университета прошла встреча с руководителем Управления Роспотребнадзора по РТ, главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан Мариной Потяшиной. О том, какие вопросы поднимались на встречу, расскажем в нашем сюжете. В белом зале Казанского Федерального Университета. Затем студенты задали вопросы о личности Марины Потяшиной. Студенческие годы, путь становления как профессионала, а также личные интересы и хобби. Вот я врач-санитарный, врач по образованию. Я закончила Казанский государственный медицинский университет. И придя сегодня в ваши стены, в вашего университета, так любопытно, просто вот потому, что я никогда даже, оказывается, наверное, когда-то я здесь была по какой-то случайности, но вот в таком осознанном, наверное, даже ни разу не была, поэтому огромное удовольствие, пройдясь по коридорам и зайдя вот в эти роскошные такие аудитории. И второе направление – это защита прав потребителей. Почему вот многие из вас сказали именно потребители услуг и товаров Роспотребнадзор, согласитесь? Как будто потребитель, да? И вы не знали другой службы, хотя санитарно-эпидемиологическая служба, она вот, например, у людей постарше, она у всех на слуху. Следующая тема встречи – профориентационная деятельность. Интерес у студентов вызвали возможности сотрудников управления, вакантные места и специальности организации, а также трудоустройства. Присутствующие поинтересовались также возможностями, которыми на данный момент обладают студенты для работы в этой сфере. Марина Потяшина с удовольствием поделилась своим опытом и помогла каждому получить ответ на свой вопрос. Что такое государственная служба? Вот есть люди, да, которые могут работать на государственной гражданской службе. Есть люди по призванию предпринимателя, вот, например, да, а есть люди, которые готовы, знаете, за три копейки, вот врачи, учителя там, да, педагоги, которые за три копейки готовы все равно работать, и они верят в то, что они делают хорошо. Вот я из этой категории, то есть я вот, для меня предпринимательство, оно вообще ничего, я свое отдам вплоть до нижнего белья, вот, понимаете, я ничего не смогу заработать, и точно вот это не моя история. И есть такие, кто госслужбу очень ценят за то, что здесь определенная стабильность. Это первое. Второе. Когда молодой специалист приходит, у него нет этих чудных погон, некоторых форм привлекает, тоже есть. Это повышенная потребность в том, что справедливость. И когда молодые специалисты приходят, у них нет чинов, мы доплачиваем вот за этот чин для того, чтобы зарплата была, ну, хоть какая-то повеселее, да. Институт наставничества, ну, какую-нибудь тетю Машу к вам умненькую представляем, чтобы она с вами нянчилась, потому что надо понимать, что в институте вы учитесь одному, а когда приходите к нам на работу, да, это вы думаете, боже мой, чему же я училась пять лет, да. Приятным завершением встречи стали пожелания успехов и процветания в том деле, которым каждый из студентов занимается. У меня очень приятные впечатления от встречи, от ребят, от студентов, с которыми сегодня удалось пообщаться. И, конечно же, поразительной является их активность. Они достаточно активные, они такие любят задавать вопросы. И часто вопросы задают личного характера, что понятно, потому что они находятся на этапе становления своего жизненного пути, профессионального пути. Им понятен вопрос, как люди достигают каких-то результатов в своей жизни. И понятно, что они ищут какие-то ориентиры, наверное, по своей жизни. В стенах Казанского федерального университета регулярно проводятся всевозможные встречи, мероприятия и лекции. Приезжают авторитетные личности, такие как общественные, политические деятели и профессора. Такие события играют важную роль в развитии университета и делают жизнь студентов яркой и разнообразной. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости. В весенний сезон важно составить программу действий, которые дадут заряд энергии, укрепят здоровье, улучшат физическое и духовное состояние вашего тела, избавят от недосыпа и плохого настроения. Сделать это крайне важно, потому что в межсезонье организм уязвим, подвержен апатии и метеозависимости, а поэтому нуждаются в витаминной подзарядке и физической активности. О том, как не стать одним из тех, кто заболел в самый неподходящий период, смотрите в следующем сюжете. Наступление весны всегда характеризуется преждевременной радостью скорого потепления, поэтому большая часть населения старается как можно быстрее снять с себя зимние куртки, отложив их в темный ящик. Однако стремление надеть что-то полегче может стать причиной множества заболеваний, а именно простудных. Это отмечают и врачи. Действительно, с первым потеплением количество таких пациентов увеличивается. Для того, чтобы не стать жертвой весенней хандры, не стоит пренебрегать головными уборами и теплой одеждой. А вот прогулки откладывать не стоит. Время, проведенное на свежем воздухе, даст вам заряд физической и умственной бодрости. Достаточно несколько минут погулять на природе, чтобы ощутить подъем, избавиться от усталости, вдохновиться на новые творческие достижения и поднять себе настроение. С наступления весны у нас происходят изменения, связанные с недостатком поступления витаминов во время зимы, с гиподинамией и также с простудными заболеваниями, которые проходили у нас во время зимы. Так как люди начинают неправильно адаптироваться к температуре, при потеплении начинают легко одеваться и при скачке уже температурного режима воспринимается неправильно. И отсюда у нас еще больше простудных заболеваний весной. Минувшая зима не могла не оставить на людях свой отпечаток. Одна из причин весеннего упадка сил – недостаток света, который организм испытывает в холодное время года. Поэтому сейчас нужно использовать все преимущества солнечного света и ежедневно находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Помимо этого необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе, продуктах из козьего молока и яичных желтках. Кроме того, дефицит свежих фруктов и овощей мог стать своеобразным катализатором для ослабления организма. Поэтому стоит восполнить его как можно скорее. В следствии того, что еще уже дефицит внутренних ресурсов из-за зимнего периода. И также происходит это так, как потребление было у нас минимально свежих фруктов и овощей, в основном в замороженном виде. А замороженные фрукты и овощи могут не в полноценном виде уже количество витаминов предоставить. Также гиподинамия зимой. Вследствие этого будет дефицит витаминов группы В. И так как ультрафиолетовые лучи уже действуют не так интенсивно, будет дефицит витаминов группы В. Весной просыпаются не только растения, но и весенняя аллергия на пыльцу или по-научному поленос. Если говорить про сезонную аллергию и пациентов, которые уже знают, что для них наступает тяжелый период, то, конечно, необходима подготовка у аллерголога. Она начинается за 2-3 недели до сезона цветения. Заранее назначаются препараты, которые пациент будет принимать. Для профилактики тяжелого течения поленоза часто используется иммунная терапия. Она убирает первопричину аллергии, снижает восприимчивость пациента к аллергену. Для тех, кто страдает поленозом длительно или впервые с ним столкнулся, существуют бытовые способы, которые позволяют снизить воздействие аллергена. В хорошую погоду окна открыты, вместе с воздухом пыльца попадает в помещение. И здесь на помощь приходят противопылевые или противопыльцовые сетки, которые снижают количество пыльцы в доме при высоком уровне цветения. Особенно тяжело весной аллергикам, так как идут обострения, аллергические заболевания, вследствие того, что появляется пыль больше и пыльца. Вследствие того, что у них обостряется спазм бронхов, у них поступает меньше кислорода, вследствие у них будет дефицит кислорода в организме. Многие ошибочно полагают, что сразу после зимы люди испытывают состояние, называемое авитаминозом, но с медицинской точки зрения это не совсем так. При С-авитаминозе развивается цинга. При острой недостаточности витамина В1 возникает берибери. Витамина ПП – пилагра. Но в настоящее время такие состояния встречаются редко. Чаще всего встречаются гиповитаминозы со стертыми неспецифическими проявлениями. Повышенная утомляемость, раздражительность, сухость кожи и шелушение, ломкость волос, частые респираторные и вирусные заболевания, понижение работоспособности, обострение имеющихся хронических заболеваний. Начало весны – это сезон вирусных респираторных заболеваний. Чем меньше запас витаминов, тем более уязвимой становится иммунная система и тем чаще мы болеем. Существует масса способов вернуть энергию своему организму в весенний период. Люди думают, что вследствие весны возникает у нас авитаминоз. Такое понятие авитаминоз – это означает, что полное отсутствие витаминов – это неправильно. Весной у нас развивается гиповитаминоз. Это некоторое уменьшение витаминов. И чтобы восполнить, нужно не ждать заболеваний, а лучше заниматься профилактикой. Это наладить сон, режим сна, отдыха обязательно полноценный. Питание. Убираем фастфуды. Легко усвоим жиры эти белки. Больше фруктов, овощей. Фрукты и овощи должны быть не менее 400 грамм в сутки. И след потом обязательно прогулки. Прогулки и движения, зарядка. Ну и если этого не помогает, плюс аптечные препараты, витамины. Всем кажется, что приход весны влечет за собой появление веселого, теплого настроения, которое напрямую связано с увеличением светового дня. Однако не все так однозначно. Люди, склонные к депрессии, могут принимать эти изменения не так радушно, как того бы хотелось. Зачастую изменение светового дня может приводить к ухудшению ментального состояния и обострению хронических заболеваний, связанных с психическим здоровьем. У всех это влияет по-разному. У некоторых, наоборот, с приходом весны настроение увеличивается, улучшается, работоспособность увеличивается. Но у некоторых, наоборот, людей, склонных к депрессии, у них, наоборот, идет сонливость, нарушение внимания. Вот эти заболевания, они обостряются. Так как у нас день увеличивается, а ночь уменьшается, мелатонин вырабатывается меньше. И вследствие этого, ну, как бы, люди это переносят тяжеловато, у кого есть склонность к депрессии. Но зато у нас серотонин, гормон, как бы, такое счастье, вырабатывается больше. Весеннее настроение, конечно, обязано быть приподнятым из-за приближения лета. Однако опасности могут поджидать наш организм на каждом шагу. Зимний период сильно истощает ресурсы человеческого тела и наша задача – восполнить их как можно скорее. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости. В стенах Казанского федерального университета регулярно проводятся всевозможные встречи, мероприятия и лекции. 28 февраля в Институте международных отношений КФУ состоялась лекция Амантура Манаббаева. Она была посвящена актуальной теме, а именно стратегическому партнерству Крыгызской республики и Российской Федерации. Амантура Манаббаев – киргизский политический и общественный деятель, эксперт в области международных отношений, аспирант Академии Государственного управления при президенте Крыгызской республики имени Абдрахманова. В рамках лекции, названия которой «Стратегическое партнерство Крыгызской республики и Российской Федерации» в новую эпоху обсуждались тенденции к сближению маленьких стран с большими. В современных условиях глобальные проблемы можно решить исключительно совместными усилиями держав и стран. Именно поэтому и политическая элита, и гражданское общество Крыгызии и Российской Федерации поддерживают тесные дружеские отношения. Наша сегодняшняя лекция послужит позитивным толчком для дальнейшего развития сотрудничества Крыгызстана и Российской Федерации. Мы видим, что мир меняется стремительно. Человечество сталкивается все более сложными вызовами современности. Мировая система вновь достигла своего высшего уровня развития и находится на стадии кризиса. Это приводит к серьезным противоречиям между странами. Конечно, поодиночке справляться с вызовами и угрозами современности становится гораздо труднее. На этом все. В студии был Игорь Озеров. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!